Всех приветствую на своем канале. По прошествии 10 дней я решила записать видео. Вообще, я вчера приехала, а сегодня... Ну, я планировала кое-что записать из того, что там меня просили, то, что я собиралась до уезда, после приезда. Но решила записать, так как, по-моему, 25 человек за и только 2 против. После этого видео должны, наверное, прийти еще куча таких... Те, которые называются хейтерами, или я их называю сейчас, нет. Нет, любителей нет в опросах у меня на странице ВК, странице этого канала, вконтактовой странице, ютубного канала. Короче, там что-то был вопрос у меня, был опрос на тему этих покупок, да, но покупки уже прошли, и вот тут появились еще одни. Я решила еще снять видос, просто вообще, мне кажется, что сейчас вот, ну, я сижу, мне темно тупо. На кухне вроде более-менее светлее, но я в этой комнате еще не снимала, к тому же я сегодня весь день, практически весь день, большую часть дня убиралась. От меня завтра подружка придет со своим детем, как она говорила, непоседливым, там около года, кажется, ребенку, или год уже есть девочка, не знаю. Вообще, мне кажется, я ее даже не видела еще с момента, как она там родилась. И, в общем, ну, я решила, что надо уже как-то марафет навести. Я думала, что-то растянется на дольше, но растянулась как-то наименее, меньшее количество часов. Ну, в общем, и в обзоре тур, что там, обзор квартиры, да, вроде был, да, туррум-то вроде что-то отдельное, обзор комнаты. Обзор квартиры когда был, у меня как раз бабка тогда попала в больницу, и 50 на 50 думали, что она или уже все, или еще выживет. Ну, я, наконец-то, пришла сюда, но что-то мне тогда было стрёмно снимать полностью эту хату, эту часть хата. Вообще, я тут подумала, у нас вот стабильно так было, сколько я себя помню. Моя комната была розовая, там розовые були, розовые навесочки, все такое розовое. Большая комната, которая сзади меня, в которой я иногда снимаю, ну, в основном как раз с кресли и вот этот стеллаж там рядом, она была желтая, и там были желтые обои, желтые занавески, сейчас другие занавески, и не совсем полностью висят, это Маман еще сшило, были желтые обои, желтые занавески, желтый ковер даже был на полу, а это была зеленая, и вот я сколько помню, не знаю, вроде это при мне вообще не ремонтировали, бабушка не знаю, почему ее не давала, или все-таки тут другие были обои, тоже зеленые. Короче, это была зеленая, это были зеленые занавески, зеленая ковровая дорожка на полу, ближе к зелени, такой ковер красивый, там какой-то родник потом отдали, там, в общем, такой на зеленом фоне, такая травка в деревице, там два или три этих оленя, лося, но их путаю. Короче, вот эти вот рогатые кобылы были, мама, папа, дитё, и потом уже другой ковер усел, ковер из моей комнаты, тоже такой на стену моего детства ковер. Зеленая ковер, зеленая, в общем, все такое зеленое, в общем, была розовая, желтая, зеленая комната, практически как цветопор, красный, желтый, зеленый, да? Что-то хочется сказать, что синий. Ну, и я в этой комнате еще практически ничего не снимала, там был какой-то обзор этих тряпок имени меня на фоне зеркала, мне сказали, что тебе надо штатив, я как раз еще тогда что-то и ни ухом, ни брюхом, что штатив существует вроде как, вообще существует, знаю, что его можно было бы приобрести, теперь у меня есть штатив, в общем, на меня, я не знаю, видно ли, нет, я это экспериментирую, мне лично понравилось, ну, там кому-то, может, нет. Помада вот эта от, как она там, никсовая помада красная, вот эта кремовая, да, там, от Дили, и поверх, точнее, вот так вот, по центру она сверху внизу, и по бокам вот, так вот, и чуть-чуть доезжая, я решила Аленкин брест, по-моему, от Фаберлик розовый, нанести такой этот жиденький, лупи-пупи, фиг знает, в каком-то там обзоре от ее, подарков от нее он обозревался. Ну и, ой, у меня сейчас конфетки попадались, ё-моё, ну, ладно, я сегодня это подметала. Ну, наклоняюсь, а я даже вырезать-то не буду, ну, что, они попадали. Короче, я сегодня ездила, когда я седусь, но у меня вообще такая проблема была, я когда-то разбиралась в кухне-шкафу, я выкинула терку. Она такая видавшая виды терка, может, она бы еще и пожила, но бабуся ее в свое время умудрилась как-то поджечь. Как она ее умудрилась еще без понятия? Ну и, в общем, я более чем полугода жила без терки вообще. Слушайте, я все это как-то думаю, надо купить, приду в магазин, не вижу терки, а потом уже тупо как-то вот надо купить, и все, руки не доходили. И сегодня, значит, я тебе говорю, что надо терку купить. Она говорит, там, у меня налички мало, только карта нет, там наличка не принимается, типа в Алисе, там, типа карты принимают, но на самом деле оказалось, что карты принимают до сих пор только в одном отделе, там есть продуктовый отдел, две кассы, вот в одной кассе принимают эти карты, в другой кассе наличка. Ну, кто принимает и наличка, и карта, так-то-то, ну, в основном, она специализируется, если говорить, что я плачу карты, вас посылают туда, Эммануэль, цитата от Маши, и еще отдел там всякой бытовухи, ну, помимо еды, там всякая фигня, там я даже сегодня одежду увидела. Ну, я так мере там смотрела, ну, в общем, я туда зашла, вообще, тут магазин Алиса на механке, сколько я себя помню, там еще работала продавщицей, мама моего одноклассника, который сейчас, он стабильно, еще когда я училась уже на индивидуалке, до аварии, после середины восьмого класса, он со мной, когда ему выгодно, он здоровался, когда ему не выгодно, он не здоровался, и вот сейчас до сих пор, он как-то так, ну, я не буду говорить ни имя, ни помилю, много части, но его мама работала тогда вот в этом магазине, потом, в общем, кто там не работал, по-моему, этот магазин никогда название не менял, сколько я помню, он все время был Алисой, на механке магазин Алиса, по дороге на Сосновой, и она, по-моему, старая московская дорога считается, ну, и оттуда стабильно так вот ездят, что-то покупают, и как раз напротив установки шестерки, это автобус, или маршрутка, идущая как раз Сосновой, и в общем, там еще рядом есть какой-то бар, в этом же магазине, в этом же здании, от этого же магазина, но от хозяина, и там они придают в этом магазине пирожки, и там вот эту фигню такую, как же и рубец, не рубец, рубец, не рубец, брюховица, вот, я еще, типа такое народное название, брюховица, я помню, я ее в детстве терпеть могла, я ее когда делали, так она так воняла, жутко, а потом я как-то последнего, ну не знаю, может лет 5 назад, я как-то к ней прониклась, вот они очень вкусно там все это делают, там улыбочка у них, можно какую-нибудь курочку жареную купить, но и курочку предпочитаю пятерки покупать, или варить, сырую покупать, и в общем там, я его в трендучу, а сколько еще я его в трендучу, ну ладно, еще вроде есть время, и там как раз тут, раньше в этом месте было дел, там всякой такой фигни, там сам по себе магазин снимался, там еще что-то, там я одно время, помню, покупала там всякие помадки, близки для губ, всякую фигню такую, шмотками торговали, что там только не было, и вход был немножко в другом месте, ну и сейчас в этом месте, там чуть-чуть пристроили, не могу вспомнить название этого кафе, но я ни разу, кафе-бара я ни разу там не была, хотя мои какие-то не совсем кровные родственники, там как-то день рождения отмечали, кто-то из пейдетов какую-то свою свадьбу гулял, ну и мы уже с этими пейдетами не общались, в силу самих пейдетов, ну и другая история, ну и вот этот магазин Алиса, я туда заезжаю, там очень хорошая удобная стоянка для велосипедов, очень удобная, мало я такая есть, и захожу, сначала говорю, вот говорю, у вас терки есть, есть терки, можно цену узнать, ну там это я вроде как с наличками, я там сто с чем довалялась, ну сто пятьдесят, сто шестьдесят, что такое, сто сорок, фиг знает, короче, сто и сколько-то мелочи, такой беременный кошелок мелочи, она говорит, двести с чем-то, и я говорю, блин, вы карты не понимаете, только кто-то дел понимает, я говорю, можно, там расплатиться нет, как-то вот это нельзя, я думаю, ну ладно, потом сниму где-нибудь заеду, а тут женщина, просто вообще, говорит, ой, тут еще какая-то есть терка, и была терка за сто тридцать пять рублей, у меня как раз мелочи было, я ее счастливила, она меня, в общем, я ее даже еще не распаковывала, она вот в таком, в такой пленочке с людьем, вот такая вот терка, с черной ручечкой, ветка терка четырехсторонняя, двадцать три сантиметра, что тут у нас, изготовлена из жести, стиль и функциональность, запускается, мыть ее в посудомоечной машине, но у меня пока нет, вообще нет посудомоечной машины, то у меня родня по ней сохнет, в общем, вот такая вот терка, я сначала хотела ее поездить, а потом думаю, а что это, может, видос записать лучше, а это, я думала, это пленочка, а то прикиньте, это такая конкретная картоночка, видимо, сниму я ее уже потом, уж и что-то она мне не стаскивается, наверное, как-то может она присобачена, но такая вполне себе нормальная терка, вот это, вот это, вот это, вот это, а тут что-то такое, наверное, тоже какая-то фигня есть, и она чуть побольше, по-моему, чем моя та терка, которую бабуся подожгла, каким-то загадочным образом, 135 рублей в удовольствие, теперь у меня есть терка, теперь я смогу сделать себе, как он там, кабачковый супчик, еще я себе купила, у меня вода, тупо закончилась, из деревни, у меня тетя ругала, что кто же, типа молоко с собой, бутылки берет дорогу, либо надо воду брать, а вчера такая жарища была, еще дед, который должен был меня везти на автобус, по техническим причинам, не смог, пришлось 2 километра пешкодраном, по жаре тащиться, код в переноске, орал практически постоянно, и куда-то там все пытался вывезти, хотя в переноске, до этого спал вполне нормально, ну, в автобусе потом еще голосил, через раз, приходилось, он так вылазил, смотрел, типа где я, приходилось его ставить к себе, и слегка поглаживать через сеточку, ну, и еще у меня там, рюкзак был со всякой травой, не только травой, и пакет тоже со всякой травой, ну, в общем, бутылочка в результате, с молоком, и что, как я потом, мало кто-то выпил, а как эту бутылочку потом помыть, по-моему, вообще проблема легче купить, в общем, я купила себе углическую, газированную, я ее уже открывала, ну, что могу сказать про углическую, если, по-моему, она по всей Ростовской области, иногда даже в Москве бывает, обычная минералка, газированная, мне почему-то больше нравится газированная, потому что мне кажется, что вот эта питьевая, там, ты уже какой-нибудь набрали, даже вкус другой, еще, я вчера была в пятерке, и зашла, дел конфеты, думаю, а где же печенье, и совершенно забыла, что хотела, что мне всегда хочется коровочить, в последнее время, вот, последние две недели, в общем, я увидела, там коровки, там коровки были, какая-то кубанская коровка, по 160 с чем-то, и вот эта 260, что ли, и я что-то смотрю, коровка, думаю, ну, кнулась на нее, ну, кубанская подойдет, я вообще ни разу видела, вот эта, вот эта, забаваемая коровка такая, у меня раньше ее бабушка лопала, в том бабушке другую стала лопать, а такую коровку сейчас, и вообще лопает Маша на мало, это у нас Александровские коровки, коровка сливочная, славянка, ну, я спрашиваю, не мягкие, типа, она, говорит, свежая, свежая, типа, мягкие, но, говорит, вообще, они не проминаются, но, говорит, недавнего привода, и они действительно, нихрена не проминаются, я одну съела, но она такая, она не крепкая, и не жесткая, ну, не мягкая, не крепкая, но, в общем, вполне себе такая, вообще, люблю такие конфетки, типа, раньше был еще спорт, старт или школьный, как-то, дедушка их любил, кот у меня забрался на окно, а там у меня цветочки, и мне сегодня пришлось кучку розочек выкинуть, потому что этот гад волосатый, с какого-то хрена скинул, и окно у меня открыто, форточка, надеюсь, туда не полетит самолетиком, в общем, помадки, еще что-то, вот такие, сливочные конфеты, мне все заглялись, а тут что-то я подсела на эту коробку, но пока я сел, съел только одну конфету, в общем, у меня вот эта сладкая покупка, он у меня стульчик перепрыгнул, на мое счастье, обошлась всего лишь в 132 рубля 50 копеек, чек мне, правда, не выдался, ну, что, почем, вот там стоило, да, проходило тупо догадываться, что у меня минералка где-нибудь там 14 рублей, вот там конфеты столько-то, а эта столько-то, он мне залет в коробочку, которую раньше не лазал, видать, коробочка на коробочке его больше привлекает, печенье юбилейного, но глянула, там что-то это, что купай, вижу, еще что-то вижу, думаю, фиг знает эти цены, он, конечно, слегка подороже, но суть не в этом, мне тупо надо было поближе к дому, купить что-то такое, чтобы успеть, еще дела приделывать, у меня там еще последний, у меня глава перевод суду, мне доделать надо, на мое счастье, или на мое несчастье, ну, в общем, короче говоря, и договорились так, что завтра, счастье несчастье, мне, мой коллега, должен сделать редакт, а чтобы он сделал редакт, мне начали добить перевод, там страница еще сколько, страниц 30, наверное, осталось, и в общем, печенье, там такое, еще печенье, и что-то не прочиталось кофе, или с кофе, или как-то так, а печенье, сверху шоколадка, думаю, ну, 200 что ли рубля, 160, фиг знает, ну, я не поняла, ну, и не суть, конфет у меня было 300 грамм, ну, я не знаю, может там больше было, может меньше, а печенье, думаю, ну, грамм 200, я что-то думала, что там много будет, оно такое тяжеленькое, в общем, тут было 10 печенья, 3 я уже схомячила, я не знаю, не заботы ли нет, блин, рукой достаю, оно тает уже, наверное, у меня рука теплая, оно мягкое, вкусное, кстати, печенье называется деревенское кофе, сверху печенье, снизу шоколадка, я что-то еще так ем, с чаем, думаю, вот, надо, в деревне, наверное, кофе пьют, ну, цикорий, он что-то растет рядом, корень обсобачил, там покрошил, ну, что с ним делаю, как-то так, ну, почему-то кажется, что в деревне кофе не должен кить, ну, в такой классической деревне, типа моей, мы там видели эту деревню, у нас там внезапно стали доделывать дорогу после статьи в угольческой газете, я подозреваю, правда, эту статью не успела прочитать, пришлось соседям, а знаете, что они там больше жажали, а я положу под нос, и у меня иногда есть там газетина, вот там деревня, я читаю, иногда лежит вверх ногами этими буквами, я тоже так читаю, я помню, у дедушки, он кучу книжек читал, по ночам, часов до трех ночи, и, в общем, он читает книжку, я рядом сажусь, так, и сверху, мне, кверх ногами, короче, я читала, прям нормально, читала, все, русские буквы, в общем, такие у меня тут покупочки, сладенькие, будете в наших краях, по московской старой дороге, или вообще-то, когда вдруг мимо проезжать, заезжайте в Алису, там вообще много всего вкусного, это свежее, это углическое молоко, продается вот это, из углического, это головинское, еще, 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 у меня бабушка любила там тариться, по-моему, даже продавщицы помнили, не знаю, как сейчас, ну, бабушки уже нету, значит, помните, может, уже не помнят, ну, бабушка вообще была продавцом, по-моему, даже до этого, когда-то она там вроде или поработать успела, или там столовая была, что-то там вроде, в общем, до того, как я появился, Я застала эту столовую, только в бессознательном режиме была. В общем, постараюсь в ближайшее время записать этих самошетых игрушек. Обзор кофе, там попросили еще сделать мастер-класс этого кофе с венчиком. Мне кажется, я записывала какой-то видос, где у меня было написано, показано, что я эту пенку делаю, или просто я показывала эту пенку, не знаю. Ну ладно, в общем, запишу видос, как я это молю, валю, а потом забиваю. В общем, если вы оселились до конца, то вам позитив. Всем спасибо за просмотр и пока!